Мы приветствуем Светлану и интересуемся, готова ли она к диагностике. Доверить ли она нам в своей биополе на период сеанса? Она кивает, говорит, что эта гиря беспокоит. Понятно. Хорошо. Разрезаем. Влад разрежет эту гирю и отправляем ее в клетку-тюрьму. Один, два, три. Отлично. И я даю команду на счет три. Сканер начинает сканировать пространство над головой Светланы под ногами. Сканер сканирует все симптомы тел Светланы, находит все. У меня дракон синий. Синий дракон. Хорошо. Рептилоид. Грей. Сколько грейв? Двое. Хорошо. Арахноид. Кинку. Все, как говорили. Дальше. И бес. И бес. Считай цифры у беса над головой. Восемь. Восьмигерцовый. Хорошо. И я даю команду на счет три. От этой гири выстраивается канал к ответственному заказчику и исполнителю. Один, два, три. И сила моего намерения я их притягиваю в клетку тюрьмы и становятся моими заложниками. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Ну, как это родовой груз, который она взяла на себя. Еще надо разбираться. Откуда он и зачем оно ей нужно. Хорошо. Так, синего дракона. Считай, пожалуйста, цифры над головой. Восьмот шесть. Одна голова, да? Одну. Рептилоида, цифры над головой. Триста два. Триста второй. Два Грея, Арахноид, Инкуб и Пиас. Веселая какая компания. Хорошо. Приветствую всех присутствующих на нашем концерте. Объявляю вам программу, сегодняшнее представление. Вы находитесь на чистке. Мы работаем по просьбе Светланы. И находимся здесь легально. Вы находитесь нелегально. Сейчас начнется реверс энергии. Мы дадим вам всю темную энергию. Заберем всю светлую. После этого пройдет рассинхронизация. После этого вы вытащите все, что вы оставили в ее биополе. Я провожу проверку двумя миллионами Гц. Все, кто проходит проверку, уходят первый раз на свою чистоту. Если кто-то что-то оставит или меня обманет, когда я буду задавать вопросы, он может просто сгореть в этой клетке. Такое же бывало. Я сразу предупреждаю о серьезности этого акта. Всем понятно? Понятно. Понятно. Хорошо. Переходим тогда сразу к процедуре реверса энергии. И я даю команду тонкой копии Светланы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. Один, два, три. Выстраиваются каналы из сущности. Каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии. Откат всех негативных программ негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Светлане. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. И все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усиливаем мощность потоков. Посмотри, Вера, что к гире возвращается, мне интересно. Там канал есть? Нет. И выстраивая у Светланы гири канал один, два, три. И пошло отторжение чужеродной энергии. У меня нет отторжения энергии. Эта энергия стоит между ними, ей и гирей. Она чистит свой родовой канал. Получается, редко следующее поколение. И все это собирает на себя и говорит, если не я, то кто? Она не понимает бессмысленность этого занятия, да? Она говорит, что она сильная, она справится. Но мы видим эту гирю, видим, как вы справляетесь. Видим, как вы на гирю рукой показывали Светлана. Все не так просто. Она говорит, не получилось сбросить, значит. Да не только это, вы еще набрали всего разного. Здесь надо будет сегодня разбираться. Ждем окончания реверса. Готово. Отлично. Хорошо, устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Светлана забирает всю чистую светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Светлана себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Хорошо, Синий Дракон, как долго ты находился в этом биополе? Двенадцать лет. Рептилоид Грей, как долго вы находились? Восемь. Арахноид, как долго ты находился? Четыре года. У тебя есть потомство в квартире? Или они самостоятельные уже? Есть. Есть. То есть тебе надо их собирать? Да? Или я могу их отправить потом на твою чистоту? Тебе надо присутствовать там? Потому что он показывает, есть его и потомство уже сами по себе живут. То есть ему надо туда возвращаться? Хорошо, Арахноид. Мы сегодня будем еще чистить квартиру, поэтому я тебя после чистки отправлю еще раз в квартиру. Ты соберешь все, что я оставил там. И после этого я открою тебе портал и отправлю тебя с потомством на твою чистоту. Тебе это понятно, да? Он говорит? Да, он понял. Хорошо. Так, и Инкуб, как долго ты находился в этом биополе? Три года. И Бес, как долго ты находился в этом биополе? Восемь. Восемь лет. У тебя в квартире есть что-то? Одеялки, комочки? Или там свои? Свои. Свои. Хорошо. Значит, я тогда только Арахноида буду отправлять тогда в квартиру. Ждем окончания реверса. Забрали все, Вера? От гири пошло что-то светлое. Реверс. Если в гире находится еще энергия Светланы, значит три, один, два, три. Она возвращается к ней назад. Один, два, три. По каналу пошла ее энергия. Все, что на чистоте ее ДНК находится, все возвращается из этой гири назад к Светлане. Да, идет небольшой поток. Усиливаем поток до последнего микрона, все возвращаем назад по праву. Какого цвета? От гири светлый идет свет. Свет идет. Свет идет. Хорошо. Значит, мы все забрали. Тогда начнем сейчас процедуру вытащить все. Бес, скажи мне, есть там лярвы на теле, да? На шее. На шее. Еще где? Нога с гирей, которая была. Хорошо. Значит, это гиря, которую она взяла. Это большая лярва, Вера, но посмотри на нее. Вот эта гиря, она была пристегнута цепочкой к щеколотке. Там лярва образовалась. Хорошо. Я хочу, чтобы Светлана увидела эту лярву на ноге. Она видит ее. Вот эта гирь, которую она сама себе привязала. Она показывает, что все, что она сбрасывала, она не уходила, она стекала вот на эту ногу и собиралась там. То, что Бесу ей нужно. Хорошо, Бес, давай начнем с тебя. Ты хочешь эти лярвы забрать? Хочу. Хорошо, тогда сделаем следующее. Ты выходишь сейчас, собираешь все, что ты оставил в ее биопуле. Докладываешь о готовности к проверке. После этого я тебе даю команду. Ты забираешь все лярвы в ее биопуле. Все понятно? Приступай. Что он снимает, Вера? Он снимает какие-то сапоги. У них толстая подошва, которая делала неустойчивая. Готова. Хорошо, Бес, я разрешаю тебе забрать все лярвы, ничего не забывай. И возвращайся в клетку. Снял. Хорошо, пошли дальше. Выходит Инкуб, снимает все свои ленточки, ошейники, все, что он оставил. И докладывает о готовности к проверке. Приступай. Рук снимает. А что там на руках было, скажи? Ленты. Ленточки. Хорошо. Кожаные. Какой эффект это вызывало, Инкуб? Боль в кистях. Боль в кистях. Только это или еще что-то у тебя есть? Подергал он за них. А, вот как. Хорошо. И оттуда боль шла. Понятно. Удивлен, что так мало. Без ошейника. Там дракон. А, вы все поделили. Конечно, там места мало. Иначе бы, конечно, он и на груди бы с удовольствием поспал. Ну, он снял с рук, и он снял с нее как такие штаны, типа штанов что-то, ленты тоже. Хорошо. Снял. Вернулся в клетку, да? Да. Арахноид выходит, снимает всю свою паутину, вытаскивает все, что осталось в ее биопоре. Вера, описывай, пожалуйста, что он там установил. Арахноид. Он в двух чакрах. Живот и на голове. Значит, в животе у него инкубатор был, да? Инкубатор и на голове у него. Пусть все вытаскивает. Да, она свисает как-то. Это оттавались ответственность за головные боли и повышение давления. Если такие симптомы были у Светланы, то вот ответственные. Он выводил инкубатор и там же дома выпускал. Очень практично придумано. Хорошо, Арахноид. Так, Рептилоид, я прошу тебя дать Грейм команду проконтролировать, чтобы они все вытащили, что они оставили в биополе. И Грейм мне еще рассказывает, что они установили и как это влияло на его физическое самочувствие. Приступайте. Развитие. Третий глаз. Тормозили? Закрывали? Ну, они наблюдали, больше сказать. Дозированную информацию давали. А какого плана информацию вы давали? Пример. То, чем она занимается. Она занимается лечением и кучей других вещей. Какую именно? Там и давали. А, вот как. Меня просто удивило. Такой большой список, чем она занимается. Поэтому не связано ли это случайно с вами, что вы подталкивали ее к развитию в этом направлении? Мы давали дозированную информацию, она принимала. Хорошо. Понятно. Вытаскиваете все? Готово. Ксиний дракон выходит, вытаскивает все свои платы, отключает все и докладывает о готовности к проверке. Ксиний дракон, ты 12 лет находился в ее биополе. Объясни мне, чем ты занимался 12 лет? Творчество мне нравится. Да ты что? Ты хочешь сказать, ты интеллектуал, дракон? Умиротворяет меня и ее художество. Да ты что? Ты точно интеллектуал, дракон. Не так ли? Признавайся. Мы встречались с интеллектуалами, они восхищались нашей музыкой. Да. Это то, что мне нравится. Вот так вот ты получаешь свои знания? Интересно. Умиротворяет. Ну это, безусловно, умиротворяет. Особенно искусство рисования. Особенно весь этот процесс. Это дает, безусловно. Но ты же понимаешь, что это положительные, высокие вибрации. Эти умиротворения. Вдохновление. Энергия и вдохновление. Хорошо. Скажи мне тогда, а что ты тогда откачивал у нее? Тебе же надо было чем-то питаться. Этими энергиями и питался. А что ты ей давал взамен? Вот ты наблюдал, ты откачивал энергии. А теперь я хочу услышать, что ты ей дал для ее развития. И дал ли ты вообще что-то? Или ты только занимался откачкой энергии и наблюдениями? Ну почему же? Я поэтому и спрашиваю. Я подталкивал к творчеству. Ты подталкивал к творчеству. Очень интересно. Мы вместе получали вдохновление. Яркие краски. А ты транслировал ей какие-то цвета? Транслировал. То есть то, что ты видел космически своими глазами, ты ей транслировал это, да? Когда ты летал. Мне нравятся ваши цвета. Интересно. Это как музыка. Ты знаешь, драконы, я тебе скажу честно. Я почти каждый день встречаюсь с драконами. Каждый второй с синими драконами. Ну, наверное, я видел уже, наверное, вас несколько сотен. Ну, интеллектуалы мне попадались четыре или пять раз из вас всех. Одного я помню дракона. Он был в очках. Он зашел ко мне. Он был с книжкой. Ему был очень интересный ход моих мыслей. Был один дракон, который хотел со мной, подселился для того, чтобы я поднялся в Арго, город Архангелов. Потому что он сам никогда не хочет, не может туда подняться. И хотел посмотреть, как там все происходит. Были такие случаи. Был у нас дракон, который был любителем музыки. И был дракон, который любил прозу, стихи, рассказы, новеллы. Вот с такими я встречался. Я смотрю, и ты подходишь под это описание, да? Я из этой расы. Хорошо, дракон. Честно говоря, мне даже приятное впечатление оставляет общение с тобой. Но, тем не менее, ты понимаешь причину нашей встречи. Хорошо, Верочка, он все снял? Он разговаривает с тобой. Хорошо, я прошу сейчас синего дракона вытащить все, что он оставил в биополе Светланы. Это ее воля. Это ее просьба и желание. И он понимает, что он должен выполнить эту команду. Очень жаль, я долго восхищался ее творчеством. Я понимаю дракон, но ты же понимаешь, что это ее биополе. Она является хозяйкой своего биополя. И это 12 лет, которые ты там присутствовал. Это хороший багаж опыта, который ты получил. Поэтому, я думаю, ты найдешь возможность дальнейшего продолжения своего развития. Но только не в этом биополе. Законы действуют для всех, ты понимаешь. Вишутха, сердечная чакра сняла. Так, все все сняли. Тогда делаем следующее. И я даю команду на рассинхронизацию Светланы с энергией синего дракона, рептилоида. Отлично, хорошо. Я подхожу к Светлане, кладу руки на плечи и помогаю ей своей энергией сделать импульс высоковибрационного шокового удара и сжечь все каналы к гире, синему дракону, рептилоидам, греем, арахноида, инкуба и беса. На счет три. Один, два, три. Удар. Сжигаются все каналы. Все отлетело? Да. Хорошо, открывается портал в галактическое ядро. И эти каналы улетают в галактическое ядро на переработку, закрывая, печатая, растворяя. И я даю команду на счет три. Скэнер начинает сканировать и проводит проверку. Малейшие наночастицы от интерферента уничтожаются на месте. Если что-то крупное было оставлено, загораются ярко-красные маячки. Один, два, три. Скэнер сканирует все семь тонких тел Светланы и проводит контрольную проверку. Зеленый. Отлично, хорошо. Все прошли проверку. Значит, тогда буду отпускать. И я даю команду, арахноид. Я тебя сейчас в квартиру отпускаю, и мы потом с тобой встретимся позже. Делаешь, как мы договорились. Закрываю сейчас, значит, три портала в квартиру Светланы. Один, два, три. И арахноид уходит в этот портал. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Рептилоиды тоже в квартире. Устройства на Игрегор стоят. Серьезно, да? Понятно. Значит, тогда рептилоидов с Грейми будем тоже отпускать. У кого еще есть что-то в квартире, пусть сразу скажет. Не у кого-то. Хорошо. Рептилоид Грей, я сейчас открываю вам портал в квартиру. Собираете всю свою технику и ждете моего прихода. И я потом открываю вам канал и отпускаю вас на вашу чистоту. Открывается портал против часовой стрелки в квартиру Светланы. Один, два, три. И рептилоид с Грейми уходит в этот портал и дождается нас. Хорошо. Хорошо. Синий дракон. Ты готова уходить? Готов. Я прошу от тебя слово синего дракона, что ты больше не придешь в это биополе. Согласно правилам. Что ж поделать, даю слово синего дракона. Благодарю тебя за твое развитие. Я вижу уровень твоей осознанности намного выше 806-го. Мы встречались с трехтысячными драконами и с ними не было так приятно общаться, как с тобой. Так что я считаю, ты 12 лет неплохо провел и поднял свой уровень. Открывается наверху против часовой стрелки портал на частоте синего дракона. Один, два, три. И синий дракон забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растарея. Он поблагодарил Светлан за проведенное время, краски и развитие. Вот это у нас, по-моему, в первый раз такое. Да. Сейчас я вспомнил слова Ли о драконах. Удивился. Благодарю за опыт. Хорошо, Инкуб, ты готов уходить? Да, готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. Один, два, три. И Инкуб уходит на свою частоту. Забирает все, что он с собой принес, забывая дорогу назад. Закрывая, печатая, растаряя стогольную пентаграмму. Хорошо, Бес. Ты все получил. Все, что ты хотел. Я прошу тебя больше не приходить в это биополе. Мы будем в квартире все закрывать. Все понятно, да? Понял. Хорошо, открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Беса. Один, два, три. Бес забирает все, что он с собой принес. И уходит Бес болезненно на свою частоту. Закрывая, печатая, растаряя стогольную пентаграмму. Готово. Так, у нас там эта гиря осталась, да? Да. Мы ее оставим до расторжения всех контрактов и игр игр. Будем смотреть, что там получится. Поехали по частотам. Хорошо, переходим на частоту негативной игр игр, игр, мешающей жизни, судьбе и здоровье, физическому и энергетическому. Есть у нее такие игр игры. Она готова отключиться? Она говорит, что я работаю с этими игр играми. Хорошо. Мы дали команду просто выходят негативные игр игры. Поэтому я не знаю, с какими игр играми вы работаете. Дело в том, что команда была не позитивной, а негативной. Хорошо, я прошу вас выбрать те игр игры, которые вам не нужны. Или вы их всех оставляете сообщить нам. Если вы хотите их отсечь, сообщите нам тоже. Она не хочет их отсекать. Хорошо. Я говорю, что я научусь правильно работать с ними. Оставляем все игры игры по желанию Светланы. Переходим на частоту Лярвы. 1, 2, 3. И все фантомы Лярв выходят, зависают в воздухе перед ними. Перед ней открывается внизу портал в галактическое ядро. И фантомы улетают в галактическое ядро на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Она, знаешь, как облепила себя много чем. С одной стороны это развитие, а с другой стороны это засорение. Хорошо. Я ей предлагал убрать ненужные игр игры. Они не нужны человеку, в принципе, для связи с Абсолютом. Она пожелала их оставить ее выбор. Можем только что сделать то, что можем сделать. То есть только с разрешения. Собираешь пятна, да? Готово. Хорошо. Выкидываем вместе с инструментом воронку. Уносится в галактическое ядро на переработку первичной энергии. Закрываем воронку. Переходим к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и законному права распоряжаться собственными энергиями. Светлана должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да, готова. Хорошо. Я говорю вслух. А ее тонкая копия пусть повторяет за мной. К договорам. Один, два, три. Выходит договора. Не знаешь, гиря притянулась. Вот. Я хотел спросить, что у нас. К родовому проклятию. Гиря притянулась к родовому проклятию, да? Так. Давай поставим сейчас экран возле гири. Один, два, три. И пошли мысли формы. Пошла картинка. Откуда? Кто ответственен за какое проклятие? Все проявляется. Колдовала она. В той жизни? Восемьсотый год. Да. Колдовала. И она заключила контракт там? Или как? Или эта гиря за ее деяние была посажена? Сейчас подожди. Посмотри. Она что-то делала. С молодой женщиной. Как забирала красоту у нее. Так. А она к ней пришла, эта женщина. За помощью? Да, за помощью. А Светлана, ну как, помогла и согласилась. Она в своих корыстных целях сделала какой-то обряд на нее, чтобы забрать красоту и молодость. Какой ужас. Светлана, вы хотите прокомментировать это? Она говорит, я знаю. Я долго переживала об этом и поэтому взяла на себя миссию чистить рот. Они... Я не знаю, правильно вы сделали или нет. По идее, вы должны извиниться перед тем были, перед кому вы нанесли вред. Он говорит, я просила прощения. И оно дошло? Дошло, да. Если бы оно дошло, эта гиря бы не висела у вас на ногах. Я вам так скажу, Светлана. Давай сделаем так. Сейчас проявляется ответ, вернее, та девушка, которая пострадала. Один, два, три. Если она воплощена, мы соединяемся с ее Высшим Я. Если она не воплощена, мы разговариваем с ней. Кто выходит на связь? Выходит девушка, Магда ее зовут. Она смеется и говорит, какая глупость. А что именно глупость, Магда? Я сама была глупая. Понятно. Тем не менее, Магда, она взяла на себя такой грех в виде этой гири, которую вы можете наблюдать сейчас. Она у нас находится в нашей комнате диагностики. Я считаю, если вам был нанесен какой-то ущерб в виде этой магии, то Светлана должна сейчас попросить у вас прощения. А мы хотим попросить вас ответить на это прощение и простить ее за это. Этим самым мы расторгнем. Она показывает. Она говорит, ну какая глупость. Никакой ущербки не был нанесен. Весь ущерб она нанесла себе. То есть не простив себя и взяв вину на себя. Если бы она нанесла мне ущерб, она бы не была здесь. Согласен. Хорошо, Светлана. Вы хотите что-то сказать по этому поводу? Сейчас тот человек, которому вы в прошлой жизни нанесли ущерб, утверждает, что вы нанесли… Она говорит, милая девушка, я искренне прошу тебя прощения. Все мы шли сюда учиться. Скорее всего, это был мой кармический узел. Так я это чувствую. Хорошо, что Магда ответит на эту просьбу прощения. Она говорит, что если тебе важны мои слова, я прощаю тебя. Но поверь, я никак… Это никак не отразилось на мне. Сними с себя эту вину. И живи спокойно. Мы благодарим Магду на этом месте за ее великодушие. Светлана, сейчас ваша очередь снять с себя это ярмо, которое вы тянете. Вы не причинили никому вреда. Он говорит, что я хотела бы разорвать этот узел. Хорошо. И тогда сконцентрируйте всю свою энергию, все свое желание разорвать этот узел. И на счет три сделайте импульс высокого вибрационного шока удара и сожгите канал к этой гире. Один, два, три. Сжигается эта гиря, сжигается канал, к ней все энергии связаны. С этой ситуацией сжигаются. Превращается в прах. Аннулировано. Проклятие с гирей превратилось в прах. Отлично. Магда, мы благодарим вас сердечно, где бы вы ни находились. Примите нашу искреннюю энергию благодарности за то, что вы помогли нам решить эту важную ситуацию в жизни Светланы. И благодарим вас за ваш высокий уровень осознанности. Желаем вам всего наилучшего. Всегда, пожалуйста, высоких вам вибраций и чистых энергий. И вам чистых энергий и высоких вибраций. Всего доброго, Верочка. Убираем экран. Один, два, три. Открывается портал под этим пеплом в галактическое ядро. Это проклятие улетает в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Остальные контракты, которые остались, пусть она их посмотрит и даст нам согласие. Хочет она их расторгнуть или нет? Она говорит, что я такой камень с души убрала. Я хочу расторгнуть все контракты. И еще я поняла, что я взяла ответственность в свои руки за свои поступки. И я бы хотела отключить негативные эгрегоры. Замечательно. Правильное решение. Давайте вернемся к эгрегорам сейчас. И переходим на чистоту негативные эгрегоры, промешающие жизни, судьбе, здоровье, физическому и энергетическому. Выходят эгрегоры. Да, есть. Она готова с ними расстаться? Готова. Проводим работу по отключению негативных эгрегоров. Один, два, три. Пошел мощный удар. Сжигаются все каналы. Готова. Открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Эти эгрегоры улетают в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Готова. А она говорит, как интересно, я всегда брала что-то через эгрегоры. Работал, так сказать, подключалась. А теперь я поняла, что у меня есть это внутри сила, которую я могу транслировать. Я скажу так, вам не нужны посредники для того, чтобы достичь этих целей, которыми вы заняты. У вас прямой канал есть. Соответственно, они вам не нужны. Каждый эгрегор потребляет очень много энергии на свое поддержание. Вы не только берете с эгрегора, вы больше отдаете ему. Поэтому они вам не нужны. Благодарю вас за правильное решение. Хорошо. Мы еще не решили вопрос с контрактами. Давай еще раз я прочитаю. Пусть все контракты выйдут. И договора. Один, два, три. Выходят договора. У нее с драконом контракт. Отлично. Она готова расстаться? Готова. И аннулировать? Пусть повторяет за мной. Внутрия власть. Два, три. Пошел возврат энергии, если такова есть. Готова. Пошла энергия, да? Да. Отлично. Хорошо. Открываем воронку в галактическое ядро. И производим сброс всех аннулированных контрактов и договоров. Закрывая, печатая, растворяя. Готова. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо. Мы закончили чистку Светланы. Светлана, как вы себя чувствуете? Она хочет вибрации поднять до тридцати. И поднимаем уровень вибрации до числового значения 30 герц. Один, два, три. Пошел подъем. Замечательно себя чувствует. Отлично. Хорошо. Мы закончили вашу чистку. У нас остались 10 вопросов к куратору и чистке вашей квартиры. Будем переходить к куратору. И. Я делаю запрос в энергоинформационном поле, приглашая к нам прийти куратор или учитель Светланы. Девушка. Снимается все маски и голограммы. Фандом предстоит перед тобой впервые в данном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Светланы. Представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам? Лея. Лея? Да. Первая буква Л. Лея. Хорошо. Приветствуем вас, уважаемая Лея. Вы куратор или учитель? Куратор. Куратор. Хорошо. Меня зовут Влад. Это Вера. Мы сейчас проводили чистку вашей подопечной. Вытащили из нее все, что можно вытащить. Аннулировали все, что можно аннулировать. Заправили энергиями ее. Аннулировали и Грегори. Аннулировали контракты. И десять вопросов у нас осталось, которые она хотела бы задать своему куратору. Будете ли вы так любезно, уважаемая Лея, ответить на эти вопросы? Поверю я еще раз. Снимается все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Он говорит, что спасибо, что проверяете. Точно так бы я хотела, чтобы Светлана, прежде чем заниматься чем-то или работать, проверяла подлинность информации. Приветствую вас всех. Благодарю за эту встречу и с удовольствием отвечу на вопрос Светланы. Благодарю вас, Лея, за эту прекрасную демонстрацию того, что это первое правило выхода в астрало или вообще работы с астральным миром. Это безусловная проверка всего того, что ты видишь и слышишь. Человек, не умеющий делать проверки, просто обречен на подключки. Я перехожу туда к первому вопросу, если вы позволите. Пожалуйста. Кто я и откуда? Она имеет в виду душа ее. Душа гибридная. Гибридная, хорошо. Ангельская душа, но созданная в созвездии дракона. А такое тоже бывает. Ангельская душа в созвездии дракона созданная. Объясните, пожалуйста, мы никогда прошли… Два ДНК. Хорошо. Ангельская… Если вам так понятно. Мне понятнее. Ангельская ДНК мне понятна. Мне интересно насчет второй части от дракона. Вытащили дракона-интеллектуала из нее, который восхищался 12 лет ее искусством и тягой к этому всему. Вот у меня просто вопрос. Не связана ли как-то вот эта, так сказать, интеграция этого дракона с этой ДНК, частью ДНК, которая присутствует от созвездия дракона? У тебя тоже гибридная душа. Ведь это должно какой-то накладывать отпечаток на нее, правильно? Давать что-то. Как бы там ни было, дракон – это подселенец, и он никак не связан с ее душой. Крила она его легко, именно потому что он нашел правильный подход к ее творчеству. Но свое биополе нужно защищать. Значит, она гибридная душа. Это ангельская душа и рожденная в созвездии дракона. Я правильно все понял, да? Да. Хорошо, благодарю вас. Поехали дальше. Уровень моего Высшего Я и процент негативной энергии? Первый вопрос. Четырнадцатый уровень Высшего Я. Второй вопрос. Двадцать пять процентов. Благодарю вас, уважаемая Лея. Третий вопрос. Моя миссия в этом мире? Твоя миссия – развиваться, изучать этот мир и унести с собой позитивные моменты, связанные с природой и так заряжающие тебя энергией. Твоя миссия – нести свет и добро, так как ты ангельская душа. Со звездия дракона дала тебе часть творчества. Эта связь позволяет тебе наслаждаться деталями, видеть красоту во всем и дарить ее людям, нести свой свет. Замечательный ответ. Благодарю вас, уважаемая Лея. Если вы закончили, позволите переходить к следующему? Позволю. Четвертый вопрос. Как влияет на меня и моих близких православный эгрегор? Мне непонятен вопрос. Вот она так написала. Как влияет на меня и моих близких православный эгрегор? Я тоже не совсем понимаю, что она хотела здесь спросить. Одну энергию дает, другую забирает. Я думаю, здесь нечего добавить, уважаемая Лея. Мне непонятен вопрос. Одну энергию дает, другую забирает. А что он забирает? Больше дает или забирает больше? Как это? Есть процентное соотношение? Для связи с Абсолютом и Творцом не нужен никакой эгрегор. Человек в состоянии напрямую, имея частицу души и ту искру божественную в себе, связаться со своим Творцом. Поэтому у меня был вопрос. Я не знаю, если вы сможете ответить, если нет, тоже не страшно. Я думаю, что вопрос был не о Творце. Нет. Вопрос был у эгрегори православного. У православного эгрегора много святых, к которым обращаются. Поэтому я отвечаю на этот вопрос, что обращаясь, ты отдаешь определенную энергию, какое-то удовлетворение получаешь. Я бы ответила на этот вопрос так. Если ты идешь по этому каналу и тебя все устраивает, значит оставайся там. Но если ты хочешь развития, выходи из канала и смотри шире. Не пойми мои слова в прямом виде. Выходи из канала. Просто отстранись и посмотри со стороны. И ты увидишь, что поток энергии везде. Православный эгрегор. Это лишь один из многих канала. Благодарю вас. Я думаю, этот ответ она как раз и хотела услышать, уважаемая Лео. Я могу переходить к следующему вопросу? Пожалуйста. Принесет ли мне развитие регрессивный гипноз? И насколько я смогу принести пользу, занимаясь регрессивным гипнозом? Я думаю, она имела в виду эту работу, которой мы занимаемся. Она имела в виду чистки, наверное. А не просто регрессивный гипноз. Я не могу ответить на этот вопрос. Принесет ли он тебе пользу? Развитие принесет. А дальше будет зависеть от тебя, как ты будешь применять и насколько ты разовьешься. Определенные знания, любое направление и развитие ты получишь. И, безусловно, она получит первое. В первую очередь технику проверки, технику защиты себя, занимаясь вообще этой темой. Потому что это пункт номер один. Никто не выходит, не защищенный, не проверяя сущности, с кем он общается. Это огромный багаж знаний. Если ты хочешь продвигаться, ты получишь эти знания. Конечно. Делая какой-то шаг, ты получаешь информацию, определенные знания. Делает этот шаг только тот, кто готов. Получает информацию правильно только тот, кто готов. Ты, несомненно, прошла много в твоем развитии. Я не могу тебе советовать. Это твое решение. Хочешь ли ты продолжать развитие? Хочешь ли ты получать новые знания? Это ее выбор всегда. Это будет твоим выбором. Я думаю, после этого сеанса тебе будет все понятнее и дороги назад уже не будет. Благодарю вас, уважаемая Леа. Мы закончили здесь. Я могу переходить к следующим вопросам? Пожалуйста. Насколько актуально, экологично развивает работа с осознанными сновидениями? Насколько актуально для тех, кто достиг осознанных сновидений? Насколько экологично при определенной защите и понимании, как руководить осознанным сновидением, экологично? Повтори вопрос. Вы, в принципе, ответили уже на вопрос. Но просто вопрос так написан. Вот если я его дословно прочитаю, трудно понять, насколько актуально, запятая, экологично и развивает работа с осознанными сновидениями. Вот дословно она так написала. Насколько развивает это направление и определенные знания, как достичь осознанных сновидений, в которых можно работать. Немного можно сравнить с трансом. Просто каждый по-разному попадает в это состояние. Я не могу развивать эту тему, так как я не понимаю в вопросе, не стоит, что это относится к тебе. Если это общий вопрос, такой ответ я и даю. Экологично дает определенные знания, но надо уметь ходить и выходить из осознанных сновидений, а также защищаться. Есть определенные практики, как вести себя в осознанных сновидениях. Они есть на Земле у нас, да? Есть. Хорошо. Значит, она их может найти. Отлично. Я могу переходить к следующему вопросу. Переходить. Учитывая, что я врач, каким направлением целительства я могу принести наибольшую пользу для здоровья людей? Наибольшую пользу ты можешь принести, если ты научишься защищаться от негатива и болезней людей. А не брать их на себя. Только так ты сможешь принести наибольшую пользу. Иначе ты будешь болеть и постоянно понижать свои частоты, принимая негатив. Все понятно. Благодарю вас. Я могу продолжать дальше? Да. На что мне нужно обратить внимание в себе? Касается здоровья. Горло, грудь, женский орган. Благодарю вас. Девятый вопрос. Насколько я приношу пользу, направляя энергию Рейки, я мастер Рейки, себе и окружающим? Это очень странный вопрос. По идее, ты должна чувствовать эти энергии и понимать, насколько ты приносишь пользу. Все зависит от того, насколько ты веришь в этот канал, насколько твой клиент верит в этот канал. Если он сомневается, он будет мало пользы, так как своим сомнением он отгоняет энергии любые, не только Рейки. Если вы закончили, я могу переходить к последнему вопросу, уважаемая Лея. Пожалуйста. Насколько мы совместимы с моим мужем и на что мне нужно обратить внимание в наших взаимоотношениях? Я не пойму вопрос. Мне назвать цифру? Как вы считаете, это вопрос к вам? Я не имею права здесь ничего говорить. Наверное, да? Совместимость 80%. Это элементарно. Пожалуйста. Мужа нужно любить. Это любовь он будет чувствовать. Уважаемая Лея, мы закончили. Если вы хотели от себя лично что-то добавить или, возможно, активировать какие-то энергии, это был бы самый лучший момент. Я вижу, что энергии активизированы с принятием ответственности на себя. Тержень энергии подключен и вибрирует. Уважаемая Лея, у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики каждому куратору, каждому учителю, который приходит к нам сюда, были здесь уже со всей галактики, мы всегда делаем какой-то подарок. У нас есть традиционный подарок. Есть один подарок, который Светлана хотела вам преподнести. Она хотела вам преподнести аромат июльского, уральского, разнотравья и обязательно букетик ягод лесной земляники. Один, два, три, Верочка, это мыслеформа. И Лукошка с букетиком ягод лесной земляники материализуется в твоих руках. Восхитительно. Это именно то, о чем я говорила. Светлана может найти прекрасные, положительные, позитивные энергии из мелочей. И это восхитительно. Благодарю. Замечательно. И, Верочка, в твоих руках материализуется наша традиционная корзинка с самыми вкусными ягодами на земле. Один, два, три. Это наш традиционный подарок, уважаемая Леа. Примите это от меня, от Веры, Светланы, вашей подопечной, в знак благодарности за вашу помощь, которую вы сегодня нам здесь продемонстрировали. Благодарю за эти прекрасные подарки. Замечательно. Мы желаем вам всего наилучшего. Мы будем возвращать сейчас вашу подопечную в биоробот. И после этого почистим ее квартиру. И надеемся, что после этого ничего уже не будет стоять между вами, для того, чтобы вы могли связаться, вернее, она могла связаться с вами напрямую. Я прошу, при связи напрямую задавайте правильные вопросы. Четко формулируйте. Четкий вопрос, четкий ответ идет. Совершенно верно. Расплывчатый вопрос. Ты вопрос, расплывчатый ответ. Ставят тупик. Непонятно, о ком идет вопрос. Замечательно. Благодарю вас, уважаемая Леа, за этот прекрасный вечер, который мы провели с вами и с вашей подопечной. Очень приятно было услышать такие мудрые ответы от вас. Мы надеемся, что теперь она в своем развитии продвинется дальше. И желаем всего наилучшего. Примите нашу искреннюю энергию благодарности. Благодарю за столь теплый прием. Замечательно. Буду ждать новой встречи со Светланой. Отлично. Всего доброго. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Отлично. Хорошо. Светлана, вы встретились со своим куратором, задали вопросы. Вам все понятно? Все отлично? Более чем. Хорошо. Сейчас будем возвращать вас назад в систему Биоробот Душа, синхронизировать. И после этого мы сразу приступаем к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Светланы в систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok